Вашему вниманию следующая программа в открытом радиоэфире. Это передача «Наследие», как всегда ведёт передачу пастор церкви «Наследие» Вячеслав Кучер. Напоминаю, номер телефона 916-429-7635. Приветствуем тебя, Вячеслав, и внимательно слушаем. Добрый день, дорогие радиослушатели в эфире христианской радиопередачи «Наследие». Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление моё, «Кто преклонил ко мне ухо своё, и потом я буду призывать её все дни мои». С этих слов начинается моя передача. Действительно, по жизни так и было, и есть. И сегодня, конечно, пробую я некоторые вопросы ответить, которые мне люди задают. Это вопрос, кто может участвовать в Вечере Господней, почему у вас люди участвуют все в Вечере Господней, что такое Вечере Господней, как её часто делали, как вы её видите. Ну и вопрос уже членства. Я попробую это как-то, может быть, поделиться. В Вечере Господней здесь есть одно из мест, которые мы всегда читаем. Это послание апостола Павла, он пишет в послании к Коринфянам. Это первое к Коринфянам, где он даёт наставление, что он лично от Господа принял на том, чтобы принимать Вечерю Господню. И поэтому эта лава как-то всеми церквями трактуется. Одно из мест, в которых уже было деяние апостолов. Я хотел это место как-то подметить, потому что оно очень многих поставило под такой знак вопроса. И люди в таком недопонимании, если ты ходишь в православную церковь, а ты был крещённый, а ты не можешь пока участвовать в причастии, пока ты не подойдёшь на исповедь, а ты должен исповедовать все грехи, а если ты что-то умолчишь, это получится наказание. И многие люди и боятся, и не всегда хотят что-то говорить. Это касается православной церкви, протестантской церкви. Вы членом какой-то определённой церкви, и вы не на замечании. Обычно такой вопрос задаётся служителям в церкви. Правильно ли это или неправильно? По идее, не мне судить, и не мне это отвечать. Каждый человек, наверное, как им Бог открывает, разные церкви есть. Поэтому люди стремятся как к лучшему. Но в непониманиях, возможно, происходит такие недопонимания. Часто мне приходилось быть в наших славянских церквях, видеть, что какой-то человек не принимает хлебопреломнения, и все говорят, а что-то он сделал. А, ну, наверное, он поругался своей женой, а он другой, неизвестно что-то. То есть люди как-то на кого-то кивали, и этот человек оставался. А вот в следующий раз, а он опять не участвовал. То, что я вот помню, со своего детства, примерно, вот хлебопреломнения. И часто начинается определенная критика определенного человека. И мы также участвуем в этой же критике, что он человек недостойный. И все же, кто же достоин? Кто же достоин? Пастырь, который Бог поставил, он диктует все. Но иногда, мне кажется, нужно и пастырю тоже где-то подумать, достойный он, недостоин. Или мы пастыря, и имеем ли право так говорить. Ну, прежде всего, когда мы смотрим, что в Старом Завете, когда Моисей поставил Аарона и его сыновей на то, чтобы они приносили жертвы за народ, то он сказал, прежде всего принесите жертву за свой грех, очиститесь. То есть, люди были в служении определенном, и они могли в чем-то согрешить. Если бы они не принесли жертву за свой грех, могло быть бы наказание на них. В Новом Завете мы, служителя, Нового Заветного служения, иногда себе берем такие большие, знаете, такую вот свою власть, что ли, и мы говорим, что вот я священник, я поставлю на это служение, и вот так я решаю. Но если разобраться и всегда по совести, то мы, наверное, должны понять, что мы, наверное, все согрешаем, и в этом числе и пастыря, и кто бы ни был, епископа, кто как именно называется, я это могу сказать, что никто не может себя называть полностью святым, потому что апостол Павел говорит, что я пытаюсь делать лучше, мне всегда получается, и, наверное, мы, если люди всегда, и почему-то Иисус Христос сказал ученикам своим, молитесь молитвой, Отче наш, прости нам грехи. То есть, Он не сказал им, это пускай молятся мытари, грешные люди еще, которые не покаялись, но вы также молитесь этой молитвой. Первая Коринфянам, почему мы ее всегда наводим это место, потому что здесь там кое-одно есть из мест, есть написано, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Этим местом люди как-то трактуют, вот это, люди наводят страх, и люди боятся участвовать, кто достойно. Здесь описывается, прежде всего, это было послание Коринфянам, Коринфянской церкви, и здесь были обиды определенные перед вечерей Господней. Я хочу почитать. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти, и верю, и наложитесь быть и разномыслием между вами, дабы открывались между вами искусственные. Далее вы собираетесь так, что не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает, прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас не домов, чтобы есть и пить, или не премерегаете церковью, унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Вот здесь такое место написано, что апостол Павел говорит, что была вечеря Господня, и он по этому вопросу, и в конце он говорит, «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться во мне на осуждение, проще устроить, когда приду». То есть мы видим, что приходили люди, приносили свою пищу, и кто-то ел, а кто-то не дождался, приходили бедные, они были обижены. и в этом история из самой главы. Поэтому хочу еще раз сказать, что кто достойный, кто не достоин, это, знаете, мне кажется, очень, очень опасно, и даже брать на себя такое вот конкретное суждение. Суждение «Ты не достоин, а я тебе говорю». И я не знаю, под что мы попадаем потом, если я могу такое сказать. Вот. Прежде всего, наверное, каждый человек, приходящий в Дом Божий, кто верит в Господа и Иисуса Христу, имеет право помолиться, вот, и принимать участие в Вечере Господней. Это мой взгляд. Вот. Ну, а мы еще эту тему продлим, а сейчас, буквально через несколько минут после рекламы, с нами будет человек на линии, который говорит, да, люди не верят Богу, но я и в него верю. Это молодая женщина, она будет выступать буквально через после рекламы. А сейчас мы перейдем на рекламу, и после рекламы у нас будет вот гость на линии, а эту тему мы продолжим тоже с людьми, ваше мнение также мы продолжим чуть позже. Но сейчас перейдем на рекламу. так. Спасибо. Продолжение следует... 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 То есть о том, что вы избрали правильный путь воспитывать сейчас детей в церковном, в таком вот богоискании. То есть как вы встретили Бога в вашей жизни и как вы видите служение Богу. Часто бывает, увы, люди говорят, попал в секту, попал в религию, стал религиозным человеком и прочее. То есть я не сторонник этого. Поэтому, Наташа, давайте, пожалуйста, будем, как я знаю, ваши родители довольно на вас не давили в таком вот религиозном направлении. Кто вы? Давайте немножко начнем с того, кто вы по специальности, кто ваши родители еще немножко. И все же, что было в вашей жизни, что вы действительно, как вы искали Бога? Как он ответил вам, живой Бог? Пожалуйста. Ну, я родилась в семье, в обычной рабочей семье. Моя мама была медсестра, папа был газоэлектросварщик. Мы были, это был 1972 год, то есть как бы коммунизм строили. И я была очень активной девочкой в школе, была пионерка, была комсомолка. И у меня никогда не возникало проблем, никаких поисков с Богом. Я все время, когда я была маленькая, я спрашивала, мама, а Бог есть? И мне мама всегда говорила, ты знаешь, я не знаю, есть он или нет. Я не могу сказать, что его нет. Но я не знаю, есть ли он. И когда мне уже, я помню, всегда было лет 15, внутри, всегда перед сном, когда засыпаюсь, всегда какие-то размышления у теннегеров, у молодежи. И я все время размышляла, почему я живу, для чего я живу, для чего я родилась. И что мне нужно сделать, почему-то я здесь живу, что такое земля и что такое Бог. Вот мне как-то такие приходили мысли, но мне никто не мог давать ответ на это, потому что у нас не было Библии, у нас не было верующих родственников. И вот случилось так, что когда мне уже было 23 года, к нам в дом пришла моя тетя. Как раз это уже были 90-е годы, открылись границы, и поток евангелистов был открыт, вот железный занавес. И стали перевозить через границу Библии, и были массовые евангелизации, вот в 90-е годы, когда они декаялись, да. Тогда покаялась моя тетя. Она пришла к нам в дом, она была алкоголиком, и она покаялась, приняла Иисуса. И когда она пришла к нам в дом, я была очень удивлена, потому что мы с ней не общались. И она нас привела, это было в городе Минске, в церковь Нагурского 48, вернее, мою маму вначале привела. И ввиду того, что моей маме была сложная судьба, потому что папа пил, у нас были вечные скандалы в доме, поэтому мама покаялась очень быстро и стала приглашать в церковь меня. Но я не соглашалась. Я говорю, мама, я не собираюсь умирать. То есть у меня была такая ассоциация, что если я должна принять Бога, то значит это пересмерчить. Я хотела еще пожить. Поэтому я не соглашалась ни в церковь идти, никуда. И одна за Мерздество мама сказала, послушай, если ты меня уважаешь, то из-за уважения ко мне, давай хотя бы в Рождество, но вот такой праздник, что принято, что все идут в церковь, даже православные шли в церковь. Ну, я уехала с ней в троллейбусе, и вот сколько мы ехали всю дорогу, я говорила, мама, я иду только из-за уважения к тебе, только из-за уважения к тебе. Но когда я зашла в саму церковь, услышала прославление, то у меня сразу палились слезы, и я на этом же служении покаялась. Сразу, когда был призыв в конце служения, я не раздумывала, я поняла, я поняла, вот оно. Вот оно то, что меня внутри, прям в уровне грудной клетки, все время мучило. Вот оно, на меня сошел прямо Святой Дух. В течение двух недель я была крещена и Духом Святым. Я стала готовиться к водному крещению. И как-то так все быстро пошло, и у меня не возникло никакого вопроса, что что-то не так. Хотя вокруг все говорили, все мои друзья, все были вокруг неверующие. У меня был парень, мама его плакала, говорила, это баптисты, они заберут у вас квартиру, они там творят непонятно что. Но я знала, я знала, что такое Бог уже. Когда попросила прощения у Господа, когда я выходила вперед, я просто назад, когда шла домой, я почувствовала, что с меня сняли килограмм двадцать. Я могла дышать полной грудью. Я верила, что это сделал Бог, я знала это. Вот, и так было двадцать четыре года мне, когда я покаялась. И, в принципе, очень интересная история еще тоже у моего мужа. Мы встречались с ним, и когда мы покаялись, мы тут же поженились. На сегодняшний момент у нас трое детей, мы несем небольшое служение, трудимся. Здесь у нас, я живу в Канаде, вот, мы уже двадцать лет с Богом, и Господь делал очень много чудес в нашей жизни. Окей, Наташа, я хочу задать такой вопрос. Да, то есть, что такое, вы понимаете, покаяние? Я покаялась. О чем покаялась? Что это такое? Покаялась, я просто сказала вот такие слова. Я сказала, Господь, я знаю, что Ты есть, потому что я чувствую Тебя физически. Я просто чувствовала в тот момент. И я поняла, я не знаю, как это поняла, но где-то внутри каждый человек осознает, насколько он грязен, насколько он далек от Бога. Вот этот самый такой грех, что я не верила в Него, я покаялась в этом, что я не верила в Бога. Потому что для меня было то, что я делала, я, в принципе, у меня не было таких, вот, знаете, грехов, чтобы... Но в любом случае, для Бога нету разницы. Или ты обманываешься, или ты не слушаешься родителей, или ты пьешь, ты любодействуешься. Это грех, правильно? Но для неверующего человека, который не знает Бога, в принципе, это не грех, как мой папа говорил. Я Бога уважаю, а выпить люблю. Выпивка – это не грех, он говорит. Вот, но самый грех такой для человека, который он чувствует, живет в этом и обманывает себя, закрывает, это не верит в Бога. Вот в этом я пока сказала, прости, Господь, за то, что я Тебя не принимала и не знала. И когда я сказала эти слова внутри, тогда вот я почувствовала вот эту легкость и свободу. Я вышла из этого царства. Наташа, я хочу... То есть что-то было изменение в вашей поведении, в вашей характере, в ваших поступках, или вы просто человек были, в общем-то, как-то вели себя довольно пристойно, то есть честный человек, воспитанный, делили свои какие-то, вот действительно, какую-то преданность. И, то есть, вы человек, может быть, то есть вы что-то себе, человек покаялся, от чего? Обычно человек кается, как вы сказали, умирая, да, вот, Боже, будь со мной. А сейчас церковь – это какие-то определенные атрибуты, исполнение, членство, водное крещение, какие-то другие вещи. Люди боятся, люди говорят, сектант или богомолок, как угодно, но ты уже ненормальный человек. Вот такие отношения к людям. Как вам относились ваши подруги, когда это происходило? Они говорят, что, наверное, вы делаете? Как это? Какая их реакция? Вы считаете, как это было? Пожалуйста. Вы знаете, ну, в принципе, трудно советовать человеку, который не принял Бога, что-то сравнивать, но когда ты делаешь этот шаг навстречу, когда ты принимаешь Бога, когда ты принимаешь Иисуса Христа, ты понимаешь, что не вот эта секта, которую называет этот мир, а ты понимаешь, что вот она и есть, эта свобода. Это свобода, когда ты радуешься, действительно живешь, что бы вокруг ни случалось, у тебя в душе мир, у тебя в душе радость, ты даришь любовь, ты светишь светом Иисуса Христа и Господь с тобою. И мало того, что ты дышишь полной грудью физически, как я уже говорила, но ты свободен от всего, от всех привязанностей. Тебе все равно вот эти вот привязанности, те, которые были до покаяния. Допустим, там тянула, вот ты там сериалы смотреть, это зависимость определенная. А сейчас я свободна, хочу смотрю, хочу не смотрю, потому что я живу в свободе. Вот в этом и разница. Еще такой вопрос. Вот вы принимали водное хрещение, то есть люди обычно говорят, когда люди, когда ты принимаешь водное хрещение, и все, на нем чуть не крест ставят, уже пошел в сектанты, там, в баптисты, или там определенные, я не знаю, по-разному называют. Ну, в общем-то, в лес уже. Что для вас было водное хрещение? Ну, для меня было водное хрещение своего рода испытанием, потому что мой парень, который сейчас стал моим мужем, он сказал, либо хрещение, либо церковь, либо я. Хотя у нас была любовь очень большая, но я пошла к пастырю на собеседование перед водным хрещением, и пастырь сказал, что, Наташа, ты должна выбирать, я понимаю, что ты из мира пришла, и что у тебя есть парень, но ты должна выбирать. Ну, как бы, либо ты живешь уже по Божьим законам, то есть принимаешь хрещение, либо ты остаешься то, что ты раньше делала. Надо сделать выбор. Вот, и, конечно же, я сделала выбор в пользу водного хрещения, потому что я уже почувствовала перемену в себе, я почувствовала, как мне легко жить с Богом, я увидела, как Бог отвечает на мои молитвы, я увидела, как Бог стал менять мою семью, мою маму, и поэтому для меня вопроса не стало, хотя я любила очень своего парня, который стал потом впоследствии моего мужа, и потом впоследствии Саша, это мой муж, он, видя то, что я осталась верной все-таки водному крещению, приняла крещение, он тогда мне уже рассказывал, он тоже покаялся из-за этого, потому что он сказал, если ты верная осталась вот этой вот, ну, на тот момент он называл это идеей, да, если ты верная осталась Богу, значит, ты будешь верной женой хорошей. Поэтому я решила все-таки тоже пойти посмотреть, куда ты там ходишь. Вот, и тоже, ну, у него своя история будет. Хорошо, Наташа, вам большое спасибо. Я думаю, что мы еще будем с вами иногда вас включать в передачах воспитания детей. Все же ваши взгляды, вы человек с мира, вы смотрите на всю сторону, и вы имеете свою точку зрения, и что дальше расскажете о вашей маме, как она стала верующей, о вашем муже, потом мы еще будем включать вас в передачу. А на это спасибо вам. И, дорогие радиослушатели, человек делится своим взглядами, поэтому, слушая каждого, что вы можете сказать слушателям, буквально вас слушают люди, вас какие-то девчонки слушают, ребята, молодежь слушают, люди-теисты слушают, кто не принимает это. Как вы, что вы им скажете? Я хочу сказать, что это лично мои переживания, и что каждому нужно попробовать. Во всяком случае, ничего никто не теряет, никого никто не заставляет. Но если вы действительно сделаете этот выбор, никогда не пожалеете. Никогда. Спасибо вам, Наташа. Мы еще раз с вами будем связываться в передачах. На этом наша с вами передача закончилась. А сейчас хочу продолжить. Сегодня еще со мной есть человек. И хочу еще, дорогие радиослушатели, я, конечно, хочу, чтобы в жизни каждый человек разобрался. И ни в коем случае я не хочу, чтобы кого-то втянуть в какую-то церковь. И я считаю, что каждый человек должен искать свое счастье. Сегодня я со мной еще дальше есть пророк, может быть, американец Майкл, который сейчас есть в нашей церкви со своей женой. И хочу сказать, что Бог живой, и Бог отвечает на нужды, и Он нас учит чему-то. Он и Он хочет нас благословить в жизни, дать нам определенное место, наши даже работы, служения. И сегодня я хотел также, потому что мы говорили о 1 Коринфянам 11, о коммунии, и кто может быть в этом, кто не может. Потому что мы имеем так много традиций, и очень много людей не чувствуют, и они не чувствуют в коммунии, или если они идут в коммунии, они иногда пытаются сделать peace, если это возможно. и кто-то не чувствуют в коммунии, он может быть в коммунии, или человек, или человек, или человек, да. Продолжение следует... 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 It says... Продолжение следует... 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 Да. Здесь написано в 11 главе, что «И вы всякий поспешает, прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упывается». Как в 11 главе, в 21 главе, «Разве у вас недомов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божью, и унижаете неимущих». Я говорю, что люди, которые не могут быть вообще неизвестны, но они не могут быть вообще неизвестны, но они просто неизвестны. То есть они просто устанут, чтобы неизвестны, чтобы вы просто неизвестны, чтобы неизвестны. Продолжение следует... 1 Corinthians 11, verse 21, on down, they don't have the real understanding. It's just tradition. But if you're a real child of God, you're going to consider this Word, and you're going to look at yourself. The Bible says when you eat the bread and the body of Christ, consider yourself and confess your sins so you will not be in common condemnation of the Word or the body of Christ. So a Christian, they ought to look at themselves, examine themselves, see if they'd be in the faith. So when they take the Lord's Supper, they won't be in condemnation. That's why real Christians, if they mess up, confess that sin, and then you'll be a participant of the body of Christ and the wine or the blood of Christ. But if you've sinned, don't be a part of it, according to the Word. Because it said right here, if any eat... Yeah, verse 22. It says, what do you not know? Amen. Verse 26 and 27. It says, for as often as you eat this bread and drink this cup, you remember you proclaim the Lord's death until it comes. Therefore, whosoever eats this body or eats this bread and drinks this cup of the Lord, unworthily and manner, will be guilty of the body and the blood of Christ. So when a person eats this bread and they really believe in the Word of God, and they really believe in that they can take the Lord's Supper, they've got to confess their sins before they eat the Lord's Supper because they'll be condemning themselves for eating... They'll be in condemnation for eating something they're not worthy of if they're in sin. That's why it says confess that sin right then and there and ask God to forgive you. Then your sins will be forgiven, and then you'll be worthy to take the Lord's Supper to those who believe it. But like I said, it's tradition. They don't understand that. They just do it, and God has mercy. He has mercy on those who don't know. But those who do know, they will confess their sins and ask the Lord for forgiveness. Then they will be worthy of the Lord's Supper to take it. Amen. Amen. Verse 29 also. If we were to judge ourselves, we were not judged. We were judged by God's Supper, to not be judged by the world. That's, people were judged by the Lord. Like they were judged by the Lord. We were judged by the Lord to be judged by the Lord. То есть Господь все же, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Это означает, что Бог, как в 3.2, что вы думаете? So when we judge, when we are judged, we're chastened by the Lord that we are not condemned with the world. So when we are Christians, the Lord will judge us or the Lord will convict us, not condemn us. That's the difference. God doesn't condemn His people. He convicts His people. So that's the difference here. Thank God we're not judged with the world. We're judged apart from the world. We can judge for our ways of not getting it right. 1 John 1 and 9 says If we confess our sins, He's faithful Just to forgive us And to cleanse us from all unrighteousness We're not part of the world We're in the world, but we're not part of it So we won't be condemned with the world So when we mess up, confess that sin Right then and there But the Lord's Supper is saying right here Verse 29 and 30 It said if we eat unworthily We drink judgment Though that's the conviction That God will bring upon every child of God If you're truly a child of God You will be convicted But if you're not a child of God You won't have nothing to do with it Because it's tradition You don't have nothing to do with it It's just tradition And that's what goes on in some of the churches Our time is almost like done And we almost have to be done I would like to tell I want to say that They do the prayer of prayer On Friday you have a prayer time Like from 8 o'clock But our time is almost done Хочу напомнить Что в 8 часов в пятницу Этот человек идет И имеет пророческое служение Господь дает наставление Поэтому Доволосит все Господь И еще раз хочу сказать Что Бог Это есть радость И Господу служить приятно И я верю Что Церковь Господня Это есть прекрасно На этом наша передача Прошла к концу Храни всех с Богом Входите тесными вратами Потому что широки врата И пространен путь Ведущий в погибель И многие идут им Потому что тесны врата И узор